Давайте, давайте, давайте. С днём Победы! С великим праздником Победы! Принимать цветы и быть в окружении детей Александре Ватвеевне не привыкать, ведь она отработала в школе более 30 лет. Однако эта радостная мирная жизнь была уже после трагедии, которая перечеркнула молодые годы женщины. Ветеран не понаслышке знает, что такое Великая Отечественная война. Была разведчицей, связисткой. Всех тягот, которые эта хрупкая женщина вынесла на своих плечах, перечислить невозможно. О каждом эпизоде тех событий она вспоминает так, как будто это было вчера. Сколько людей погибло? Я не знаю, вот в третьей линии обороны Москвы, так там дали, там захватили наших, ну людей собрали. И когда начали наступать, догонять их, окружать, они перебили всех. Вы знаете, наверное, с тысячи человек положили. Женщина участвовала не только в обороне Москвы, но и боролась с врагом на Дальнем Востоке. Тогда, рассказывает Александра Матвеевна, все, в том числе и она, готовы были отдать жизнь ради самого главного – победы и мирного неба над головой. Поздравить в этом году ветераны Великой Отечественной войны с 9 мая и 90-летним юбилеем пришли ученики Одесской школы НИКМ. Ребята говорят, эмоции от встречи с таким человеком переполняют их душу и сердце. Радость и гордость, что я могу просто находиться рядом с этим человеком. Я поняла, это не важно, есть ли у него медалей, сколько их. Главное, что он защитил нашу страну. Преподаватели школы рассказывают, общение с ветеранами, которые были свидетелями исторических событий, важны для формирования личности ребят и благодарны организаторам за такое мероприятие. Вот сегодня мы с удовольствием приехали поздравить ветерана. Сказать огромное спасибо за то, что благодаря таким, как Александра Матвеевна, нынешнее поколение знает о той боли, о том подвиге. Очень часто мы принимаем участие вместе с интеллектуальным форумом в фестивалях, в разных мероприятиях, за что огромное спасибо, что нашу школу приглашают, наши детки принимают участие. Представители общественной организации Алексея Казаченко «Интеллектуальный форум» рассказывают, это уже не первая встреча школьников и ветеранов, да и активисты интеллектуального форума приезжают к пожилым людям не только в праздничные дни, стараются помочь ветеранам в решении бытовых проблем, поддерживать материально. Пока такие люди здесь, с нами, нам нужно просто черпать из этого кладезя мудрости и собирать те зерна добра и отваги, с которыми они прожили всю свою жизнь. Еще раз свое уважение и благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны на встрече ученики выразили уже в стихах. Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям. Давайте люди никогда об этом не забудем. Пусть память верную они и хранят об этой муке. И дети нынешних детей, и наших внуков-внуки.